МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда эту марку автомобиля в России называют японской БМВ. Догадались? Конечно, сегодня речь пойдет о Хонде. Долгое время у нас устойчивым спросом пользовалась лишь CR-V. По правде сказать, удобства и утилитарности в этом автомобиле немало, а вот исконно Хондовского, на мой взгляд, не так уж и много. А вот когда в 2002 году появился новый Аккорд седьмого поколения, многие с удовольствием в нем разглядели настоящую Хонду. Героем же нашей программы сегодня является его последователь, Аккорд восьмого поколения, с двигателем 2,4 в полной комплектации, с коробкой и автомат. На данный момент пробег автомобиля составляет 78 тысяч километров. В Россию японская компания пришла еще на заре девяностых. Но, судя по безмерно завышенным ценам, медленному развитию дилерской сети и мизерным объемом поставок, торговать они долго и упорно не хотели. Дилеры выживали только за счет CR-V, не вызывающего никаких ассоциаций с маркой Хонда, но весьма удачного паркетника. Желание продвигать в России профильные модели у японцев появилось лишь в новом тысячелетии. Но что они могли предложить? Севик того поколения по настоянию маркетологов сделали удобным в пользовании и совершенно бесхарактерным. Шестой Аккорд, хоть и ездил неплохо, отличался аморфной внешностью, явно не соответствующей спортивному имиджу марки. И опять же, оба они были неоправданно дороги. Агрессивная внешность, подчеркнуто спортивный интерьер, великолепные ездовые качества, ощущение дорогого, респектабельного автомобиля. Вот это настоящая Хонда. Но есть у Хонды и еще одна хорошая слава. О ней сегодня и поговорим подробнее. Это надежность. Старший брат нашей машины, Аккорд седьмого поколения, комплектовался двумя бензиновыми атмосферными четверками. Это 2 литра, 155 лошадиных сил, и 2,4 лошадиных сил. Кстати, вот эта досадная неприятность, болезнь всех Хонда. Моторы отличные, надежные, проверенные временем. Все они, кстати, имеют цепной привод ГРМ. Но вот что меня удивило, так это достаточно раннее растяжение цепи на автомобилях, владельцы которых любят погонять. Для цепи пробег 150-180 тысяч километров – это немного. Кстати, чаще проблема возникала как раз на таких машинах с двигателем 2,4. В запущенных случаях цепь перескакивала. Неспокойные водители вообще могут попасть на замену распредвала. Крайне редко встречаются автомобили 2,2 турбо-дизель 150 лошадиных сил. О статистике надежности таких машин тяжело что-либо сказать силу их редкости. А в подержанном варианте таких машин вообще лучше бы избежать. Хондовские моторы из-за тонких масляных каналов очень чувствительны к качеству используемого масла. Поэтому, дабы избежать возможных проблем, лучше бы использовать рекомендованные смазочные материалы. Иридиевых свечей в среднем хватает на 30 тысяч километров. А зазоры в клапанах предписано регулировать каждые 45 тысяч километров пробега. Учитывая качество топлива, тысяч через 60, то есть каждое четвертое ТО следует промывать инжекторы. В целом до 100 тысяч километров пробега при должной эксплуатации по моторам у этого автомобиля вам опасаться нечего. После 150-180 тысяч километров увеличение расхода масла часто вызвано потерей своих свойств маслосъемными колпачками. Для замены потребуется 16 колпачков по 70-80 рублей за штуку. Сервисы за работу просят от 15 до 25 тысяч рублей. У машин с двухлитровыми моторами при пробеге более 200-250 тысяч километров на холостых оборотах из-под капота могут появиться металлические стуки. Необходима замена вкладышей, так как, скорее всего, до вас в этой машине использовали нерекомендованное производителем масло. Стартер может отказаться от возложенных на него функций при пробеге более 150-180 тысяч километров. Причина – заклинивание втягивающего реле и износ щеток. Замена щеток с работой около 5 тысяч рублей. Забитый пухом и грязью радиатор летом в пробке с кондиционером становится причиной перегрева двигателя. Вывод простой. Перед летним сезоном проследите, чтобы радиатор основательно прочистили на мойке. После хорошей встряски из-за неожиданного попадания в яму может заглохнуть двигатель, а происходит это из-за срабатывания инерционного выключателя подачи топлива. Вернуть аккорд к жизни можно после нажатия кнопки выключателя под передней панелью. Сцепление шестиступенчатой механической коробки передач ходит 120-150 тысяч километров. Само оно стоит 13-15 тысяч рублей, ну а работы по замене 5-6 тысяч. Но некоторые владельцы отмечают появление гула уже при пробеге 60-100 тысяч километров, а при нажатии педали сцепления раздаются щелчки. Источник щелчков – это пластиковая втулка на оси вращения. Вообще с любым из бензиновых двигателей сочетается и ручная, и автоматическая коробка. При этом автомат пятиступенчатый, а в механике может быть 5 передач с двухлитровым мотором или 6 с 2,4. Автомат может начать толкаться при пробеге 90-120 тысяч километров. На сервис, конечно, стоит заехать, но обычно такое поведение к катастрофе не приводит, и коробка еще служит верой и правдой многие десятки тысяч километров пробега. В основном в такой ситуации помогает замена масла в коробке, но иногда, к счастью, нечасто, бывали случаи, когда замена трансмиссионной жидкости только навредила. Коробка начинала переключаться жестче, да еще и с задержками. Иногда после пробега 100-150 тысяч километров коробка также начинает и гудеть. Причина – люфт посадочного места подшипника первичного вала в крышке коробки, а помогает замена этой самой крышки. Стоимость самой крышки 5-6 тысяч рублей, а вот процедуры по ее замене 6-8 тысяч, так как сама эта процедура не из легких. Двигатель приходится опускать. Своим комфортом и отменными ездовыми качествами «Аккорд» во многом обязан подвеске сложной конструкции – двухрычажной спереди и многорычажной сзади. Владельцы немецких машин с аналогичной схемой шасси за удовольствие от езды расплачиваются постоянными ремонтами ходовой. А вот японцы уже давно применяют такую конструкцию и научились делать ее феноменально живучей. Если не считать копеечные втулки стабилизаторов, то на седанах все детали подвески и рулевого управления служат не менее 100 тысяч километров, а большинство из них даже значительно более. Насколько более – неизвестно, потому что обычно машины на таких пробегах уже в фирменный сервис не ездят. И только на универсалах верхние поперечные рычаги задней подвески не отличаются высокой живучестью. Иногда они требуют замены уже ближе к 60 тысячам километров. Видимо, производитель все-таки пожадничал на усиление задней подвески под более высокую грузоподъемность. Внутренний шрус ходит 150-200 тысяч километров. Стоимость его замены – это где-то 12 тысяч, а неоригинал можно купить за 5-6 тысяч. Единственный дорогостоящий узел, который попадает в группу риска – это рулевая рейка. Она может застучать или потечь, что происходит чаще. Течь образуется из-за коррозии вала, который становится шероховатым, и подтекание образуется именно в местах стыков. Некоторые сервисы, может быть, и берутся за то, чтобы восстановить рулевую рейку. Но стоит ли? В общем-то, при покупке поддержанного аккорда стоит рассчитывать на то, что рейку вам, возможно, придется поменять. На дорестайлинговых аккордах предыдущей седьмой серии владельцы сталкивались с повышенным износом резины правого колеса с внутренней стороны. Речина в развальном рычаге, который после рестайлинга заменили на более новый удлиненный. Кстати, регулировку схода-развала усложняют болты, которые очень часто закисают. Когда аккорды новой волны только появились в 2002 году, только ленивый не говорил о проблемах со стойкостью металла и качеством покраски. Ходили даже слухи, что при покраске первых партий на конвейере произошел сбой. Дилеры без проблем красили по гарантии массово приезжавшие машины с облезающими ржавыми капотами. Также противотуманки после первых нескольких включений покрываются сеточкой трещин. У нашего поколения аккорда кузов и салон в плане эксплуатации практически безупречны. Болячек, которые можно назвать типичными, можно перечислить по пальцам. Но, во-первых, проблему с противотуманными фарами так и не решили. Так что менять их за свои деньги – без толку. Проще постараться не использовать без необходимости. Иногда при смене CD-дисков происходят сбои в работе чейнджера. Также нередкое явление – это запотевание фар. И внутри образуется конденсат. Это тоже наследие предыдущего поколения. Помимо эстетической неприятности, есть и техническая. Если фара конденсирует влагу столь сильно, что внутри образуется чуть ли не аквариум, то в итоге может сгореть и блок управления ксеноном. Единственная жалоба хозяина этой машины на свой автомобиль заключается в том, что после 50 тысяч километров пробега ему приходится доливать по литру масла в среднем каждые 5 тысяч пробега. Правда, он сам признается, что является любителем очень динамичной езды. Аккорд – машина очень динамичная, особенно с мотором 2,4 литра, как наш герой. Он провоцирует на драйверскую, быструю езду, беспощадную и к подвеске, и к мотору. И если моторы здесь неплохо выживают даже в экстремальных режимах, то ресурс подвески значительно уменьшается. Вывод – будьте очень внимательны при покупке такой машины подержанной. Обратите внимание на стиль вождения хозяина. Кстати, это может быть одной из причин предпочесть авто с мотором 2 литра. К тому же учтите, что 2,4 весьма прожорлив. Даже на бумаге разница в расходе между 2 литрами и этой машиной составляет от 1 до 2 литров, хотя должна быть в пределах литра. По опыту же 2,4 с автоматом при активной езде по городу выбивает от 16 до 19 литров 95-го. При лобовом краш-тесте наш автомобиль показал себя на высоте. Пассажирский отсек при ударе остался нетронутым, а показания манекенов указывали на то, что и колени, и бедра водителей пассажира остались невредимыми. «Хонда» показала, что пассажиры разного роста, сидящие в разных положениях, одинаково хорошо защищены. Средняя цена на аккорды 8-го поколения с механической коробкой передач будет порядка 750 тысяч рублей. Машину, уже близкую к новой, можно купить от 850 до 900 тысяч. За хороший аккорд на автомате попросят порядка 800 тысяч рублей. Ну а почти новая такая машина обойдется около миллиона. «Хонда» 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 Субтитры сделал DimaTorzok